Купеленко 17, при том, что дом был сдан много месяцев назад. Задний двор находится в катастрофическом состоянии. Грязь, строительный мусор, о благоустройстве вообще речи быть не может. Недоведенная до ума территория ничем не огорожена. Через нее ходят люди, мамы с колясками. А что самое страшное, сюда могут попасть дети. Если с коляской еще ехать, то вообще грязь и вообще мусор какой-то уже. Надо все наводить в порядок. Условия создаются не для жилья. На контрасте с задним двором, где все завалено мусором, выступает подъездная часть дома. Здесь не встретишь и соринки. Создается впечатление, что дворники не выпускают метел из рук. Чтобы понять, почему так произошло, мы обратились в местную управляющую компанию. Оказалось, что в этом доме предусмотрены квартиры с чистовой отделкой, которую застройщик решил доделать при уже сданном в эксплуатацию строении. Поэтому задний двор продолжал находиться в состоянии стройки. Первые квартиры были подготовлены и начали передаваться жителям в декабре 2016 года. Фасадная часть была открыта для жителей полностью. Задняя часть была закрыта, огорожена, стояла охрана. Здесь строители размещали свои строительные материалы. То есть сейчас работы практически по дому все завершены. Остались незначительные доделки по квартирам и восстановление МОПов после ремонта, вместо общего пользования. Люди, которые уже устали жить, что называется, на стройке, не дождутся, когда их двор обретет человеческий вид. С удовольствием, чтобы все здесь убрали, конечно. Только за, да. По словам генерального директора управляющей компании, часть мусора была вывезена еще на выходных. А полностью территория будет очищена к четвергу. Исчезнут биотуалеты, мусорные контейнеры, строительные отходы. После этого начнется благоустройство и озеленение. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Вид для этого.